Шурик Не ему, конечно, а на афише. Вот так. Но тут мы столкнулись с проблемами, обычными для актерской элитии. Поначалу наше предложение заинтересовало Буалова. Он проникся идеей сценария и уже стал готовить своих знаменитых партнеров. Приготовиться есть работа. Но, узнав о нашем скромном бюджете, отказался в обычной для него категорической форме. Это несерьезно. Ох уж эти звезды. Пришлось обратиться к помощи не столь известных, но от этого не менее талантливых актеров. Их мы и поместили на проект нашей афише. Вот таким образом. Но в процессе съемок поклонницы главного героя буквально засыпали съемочную группу своими признаниями в любви к нему. Записанными, как мы думаем, втайне от супруга. И мы решили обратиться к еще одной, на этот раз классической пьесе, таланты и поклонники. Тем более тут претенденток на роли поклонниц было более чем достаточно. Конечно, поместить всех на афише не представлялось возможным. Поэтому мы руководствовались семейным принципом. Слева мужья, справа жены. Да, но как совместить эти два, казалось бы, несовместимых произведения? Даже в названии. И нами был выбран вот такой вариант. Обратите внимание, что наша операция, в отличие от Гайдаевской, называется уже не «Ы», а «ЦИ». Помните? А почему «Ы»? А чтобы никто не догадался. А вот наша «ЦИ» оказалась весьма полезной. Поскольку в нашем фильме мы говорим о талантах только одного человека, то логично будет это подчеркнуть. Вот таким образом. Невешний будет также указать и имена поклонниц, показанных на афише. Ну вот, как-то так. Операция «ЦИ» или «Таланты» и поклонниц «ЦИ» Шурика. Ну вот, теперь дело за малым. Осталось найти киностудию, которая взялась бы за съемку нашего фильма. Недолго мучаясь, мы предложили свой проект трем голливудским компаниям. И даже сделали для каждой свой проект логотипа. Но по известным причинам нам было отказано. Сначала нам было отказано из-за того, что фанаты у нашего героя только женщины. То есть нарушена гендерная равновесие. Мы возразили и предъявили им вот этот эпизод. Дядя Алик, поздравляю с днем рождения. Дата довольно знаменательная. 45 лет как-никак. Хочу пожелать счастья, здоровья, а важно долголетия. Чтоб все было хорошо. А от мамы я передаю фразу, что к 45 годам вы повзрослели и перестали ронять чужих женщин при медленном танце. Тогда нам сказали, что сюжет попахивает гомофобией. И нам пришлось, скрипя сердце, вставить вот этот ролик. И нам пришлось, скрипя сердце, вставить вот этот ролик. И нам пришлось, скрипя сердце, вставить вот этот ролик. кукурить, на дружёбу, шатан, нежнодratую чужих женщин. И нам пришлось, скрипя сердце, вставить вот этот ролик. Саншуля! Чмок! И тогда мы решили организовать собственную студию. И снова вопрос, как назвать? Кто-то предложил Башлумбе Пикчерс. Неплохо. Другие настаивали на Башфильме. Однако вскоре нам пришлось отказаться от этих идей, потому что на такие аббревиатуры может предъявить права и Юрий Башмет, или даже целая республика Башкортостан. В конце концов мы решили спионерить идею у знаменитой метро Голден Майерс. Ну, что-нибудь вроде этого. Только вот мы подумали, а зачем нам это американское метро Голден Майерс? Что у нас своего метро нет? И, конечно же, мы взяли то метро, рядом с которым живет наш главный герой.